А ну-ка, лиса, сосчитай-ка нам до десяти. И это, и это я тоже знаю. Один, два, три. В Слободской центральной районной библиотеке репетиция одного из кукольных спектаклей. Постановок в течение года здесь было немало, а в октябре и вовсе наступает театральная пора. В библиотеке стартует акция «Театральный месяц». Мы покажем нашим зрителям кукольный спектакль, представление «Как Колобок в школу пошел», который посвящается всем первоклассникам, всем ребятам, которые впервые пошли в школу, и также предстоящему дню учителя. Затем мы приглашаем наших зрителей на кукольный спектакль «Сказка 3D. У страха глаза велики» по русским народным сказкам. Третий наш спектакль будет называться «Кот воевода». И он немножко необычный, отличный от других спектаклей, поскольку это кукольный мюзик. Завершать наш театральный месяц мы будем кукольным спектаклем «Вовка в сказке», который также будет посвящаться теме знаний и теме школы. Таков репертуар октября. Все эти постановки уже были показаны в читальном зале района библиотеки в разное время, но интерес зрителей к ним не угас. В нашем репертуаре 5 спектаклей, но показать нашим зрителям мы хотим 4 спектакля, поскольку пятый спектакль посвящается Новому году. За ширмой и на импровизированной сцене в разных образах сотрудники библиотеки. Им пришлось уже не раз вживаться в роли. «Колобок» вот в этом спектакле я участвую, потом я играла «Бабку» в 3D-сказке, потом в этой же сказке я ищу «Баба Яга», потом «Вовка» в сказке я играю «Вовку» и в живую, и в кукольном театре, и в последнем новогоднем я играю телеведущую и потом превращаюсь в «Бабу Ягу». Бывает то, что тяжело, когда первая самая репетиция, а потом уже вникаешь и вживаешься, в роли получаются, вроде бы и интонации, и действия, все получаются. Ролей было очень много, и я могу сказать, что все очень интересные, и, наверное, из самых запоминающихся ролей – это и «Баба Яга», это «Царевна Несмеяна», это и «Лиса-отличница», которая очень любит ходить в школу и рассказывает «Колобку» о основных правилах школьной жизни. Интересный спектакль получается не за один день. Непрофессиональным актерам, помимо основной библиотечной деятельности, приходится все время совершенствоваться. Мы читаем сценарий, много репетиций, все это сказывается. Дети – это вообще самые благодарные зрители. Благодарнее нет. Они всегда довольны, уходят счастливы отсюда. И родителям очень нравится. Театральная деятельность органично вписалась в стены этой библиотеки. За год перевоплощаться привыкли и молодые сотрудники, и библиотекари со стажем. Сейчас, мне кажется, это актуально, это привлекает читателей. Нам самим это интересно. Было сначала страшно, а сейчас нам уже без этого скучно. Акция «Театральный месяц» стартует в Центральной районе библиотеки 4 октября. И каждое воскресенье в 11 часов в течение октября зрителей ждет очередная постановка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова